Анатолий Пахомов принял студентов в своем кабинете. Начали беседу с важностью поднятия российских студенческих отрядов на новый, востребованный уровень. Ведь эта молодежная общественная организация – правоприемница всесоюзных студотрядов, действующих во времена СССР при Комсомоле на государственном уровне. Возрождаться это движение начало в 2008 году. Тогда на смену комсомольским ударным стройкам пришла Олимпийская. 7 тысяч бойцов студентских отрядов поработало на олимпийских стройках. И ведь тоже заявляли о себе. 72 человека ребят поработали уже на фиште. Мы вас всячески будем поддерживать на своих мероприятиях. Сегодняшние студотряды унаследовали от советского прошлого не только единую форму комиссаров, переходящее знамя, песни у костра, но и самое главное – желание быть нужным и принести пользу государству, как в своё время ради этой цели работали эти герои. Самые активные представители нынешних трудовых коллективов вошли в состав сочинского штаба. Надеемся, что его деятельность при поддержке регионального штаба, а также при поддержке руководителей и административных структур города Сочи даст большой толчок для развития студенческих отрядов именно города Сочи. Так как здесь есть инфраструктура и учебные заведения, всё для того, чтобы это сделать, реализовать на очень высоком уровне. Отличившиеся студотрядовцы и их руководители, которые были задействованы на реконструкции стадиона Фиш, сегодня получили грамоты и благодарственные письма. Сейчас на краевом уровне ведутся переговоры о привлечении ребят к строительству перинатального центра на улице Пластунская. Параллельно сотрудники мэрии активно продвигают вопрос трудоустройства молодёжи. Ну а для руководителей нового городского штаба ближайшая задача – подготовка к 17 февраля. В этот день у молодёжной организации свой праздник. Он был утверждён президентом в 2015-м. В этом году региональное отделение планирует подготовить зрелищное мероприятие. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.